Бомж и корова Мануш. Выживание в дороге. Автор Валерий Нариманов. Часть первая. Середина девяностых годов. Небольшой городок на Северном Кавказе. Ахмед встаёт утром в майке, в трусах и идёт умываться. Готовит себе завтрак и завтракает. А потом он идёт в магазин, где подрабатывает грузчиком. Разгружает машину, выполняет другую работу. А вечером домой. Ужин, телевизор и ложится спать. А на следующее утро повторяется всё то же самое. Днём, когда Ахмед разгружал очередную машину, подошёл Саид, старый знакомый ещё со школьных времён. Особой дружбы между ними никогда не было. Но когда-то были в одной компании. Даже дома друг друга бывали. Правда, было это очень давно. Ещё в детстве. Они поздоровались. Давно что-то тебя не было видно, заметил Ахмед. А я в Москве. Торгую. Ну и как? Идёт торговля? Да ничего, знаешь. Жить можно. А ты сам-то как? На заводе больше не работаешь? Да закрылся он. Теперь вот здесь. Подрабатываю. А другой работы, сам знаешь, в городе нет. Извини, мне закончить надо. Если не торопишься, подожди меня там на лавочке. Минут через пятнадцать, я думаю, освобожусь. Тогда и поговорим. Ладно, работай. А я пока перекурю. Саид отошёл, сел на лавочку и закурил. А Ахмед продолжал свою работу. Разгрузив машину, подошёл он к Саиду и сел с ним рядом. А ты так же с матерью живёшь? Поинтересовался Саид. Нет. Один уже теперь. Похоронил я мать. Полтора года назад ещё. А, ну извини, я не знал. Да ничего, я уже привык. А твои-то как? Слава Богу, живы. Живы, здоровы, скрипят потихоньку. А ты давно в магазине? Давно. А платить-то хоть нормально? Ну как тебе сказать? Еле концы с концами свожу, поморщился Ахмед. А что делать? Хорошо, что хоть и это есть. Своим делом надо заниматься. Своим. Да что там эти умные мысли. Деньги для этого надо. Да и не знаю я, если честно, чем мне заниматься. Какое это своё дело? Чем заниматься? Торговать, уверенно сказал ему Саид. Я последнее время у одного азербайджанца работал. Мотались мы с ним в Турцию. Там закупали товар, переправляли его в Москву. А в Москве у него несколько точек там на рынках. Иногда часть товара оптом другим скидывал. Тоже выгодно. Правда, навар немного меньше, но зато быстро. Скинул и можно снова опять в Турцию. Некоторые так и делают. Я вот тоже думаю сам этим заняться. Что брать? Где брать? По какой цене? Всё это я знаю. Не раз я бывал в Турции. В Москве тоже всё знаю. И на рынках сам торговал. И людей знаю. Кому можно оптом отдать, тоже знаю. Если быстро надо. Я всё знаю. Ты знаешь вот чего? Напарник мне нужен. Одному тяжело, да и денег маловато. А если с напарником штуки по две скинутся, хорошо раскрутиться можно. У тебя нет никого знакомых, с кем можно было бы договориться. Но чтоб надёжный человек был, чтоб можно было как на себя положиться. даже не знаю, что тебе сказать. После некоторого раздумья ответил Ахмед. А может, ты сам? Это было бы ещё лучше. Тебя-то я хоть знаю. Да у меня и денег-то нет. А ты займи у кого-нибудь. Две штуки – это не так уж и много. А штука – это что? Не понял Ахмед. Штука? Тысяча это. Тысяча долларов. Штука баксов – значит, тысяча долларов. Да нет, что ты. Кто такие деньги мне даст? Да у меня и знакомых-то нет, у кого такие деньги. Жалко. А дело-то хорошее. Прогорает. Конечно, хорошее. Но развёл руками Ахмед. Помолчали. Слушай, а может, тебе под залог квартиры взять? Осенила вдруг Саида. Есть люди, они дают деньги под залог. Я знаю таких людей. Можно договориться. Не знаю даже. Я и никогда об этом и не думал. А ты подумай. Можно взять на месяц. Если всё нормально, ещё продлить. Месяца через два-три – самый тяжёлый случай, ну, через полгода. Рассчитаешься. Обязательно рассчитаешься. И дальше на своих деньгах работать будешь. Ты хорошенько подумай об этом. А я к тебе потом зайду. Ты здесь каждый день? Эту неделю каждый день. Приходи лучше в обед. Или, если хочешь, вечером, часов в десять. Домой ко мне. Ну, тогда договорились. Тогда пока. А я пойду. Дела, сам понимаешь. Ахмед с Саидом в каком-то помещении. Ахмед подписывает бумаги. И ему отсчитывают доллары. Он кладёт деньги в карман пиджака и вместе с Саидом выходит на улицу. Ахмед испытывает чувство тревоги. А Саид весел. Ну вот, баксы в кармане. Саид довольно потирает руки. Завтра уже и отчалим. Из вещей возьми две-три смены белья. Пару рубашек, куртку, мелочёвку там всякую, бритву, мыло и так далее. Ну, в общем, ты сам знаешь. Еды дня на четыре, на пять. Колбасу сухую там, консервы. Яйца, картошку вареную можешь взять. Но только дня на два, а то испортится. Я к тебе завтра зайду. Утром. Часов в девять. Посмотрим, что ты взял. И на станцию. Да, и чемодан не бери. Лучше сумку или рюкзак. Так удобнее. Деньги положи в куртку. Парой булавок застегни. Так, на всякий случай. На билеты и мелкие расходы в карман брюк отложи. Ну, ладно тогда. До завтра. На улице перед станцией на лавочке сидят Ахмед с Аидом и посторонняя женщина. А где здесь туалет? Не знаешь? Спросил приятеля Ахмед. Где-то в здании. Не помню. Спроси там у кого-нибудь. И Ахмед встает, с курткой в руках, направляется к зданию станции. Ахмед! Куртку оставь! Ахмед отдал куртку Саиду и пошел в здание станции. Саид дождался, пока Ахмед не скрылся внутри. Взял свою сумку и обратился к соседке. Посмотрите, пожалуйста, за сумкой. Показал он на сумку Ахмеда. А я отойду ненадолго. С сумкой и курткой Ахмеда Саид подошел к стоящей неподалеку машине. Переговорил с водителем, сел в машину и уехал. А через некоторое время вернулся Ахмед. Возле лавки только его сумка. Саида нет. А вы, случайно, не знаете, куда ушел мужчина, который сидел здесь со мной, рядом? Спросил Ахмед, сидевшую рядом женщину. А он уехал, ответила соседка. Попросил меня присмотреть за сумкой, сказал, что ненадолго отойдет и уехал на машине. Ахмед весь в недоумении сел на лавку и стал ждать. Час он ждал, другой, третий. Соседка давно уже ушла. Другие люди садились, уходили, а он все сидел и ждал. Ночью стало прохладно. Без куртки Ахмед весь озяб. Походил немного, размялся, чтобы хоть как-то согреться. Уже без всякой одежды и надежды Ахмед прождал еще полдня. А затем он взял сумку и пошел. Войдя в свою квартиру, Ахмед бросил на пол сумку, сел к столу, обхватив голову руками. Впервые в жизни он ощутил настоящий страх. Сидеть одному было просто невыносимо. Ахмед пошел к Исмаилу, приятелю, с которым когда-то работал в одном цехе. Исмаил строгал доски в сарае. Они поздоровались, присели на лавочку возле дома. Исмаил закурил. Молча выслушал Ахмеда. Эх, Ахмед! Какие же могут быть дела с Аидом? Он же ведь наркоман. Его домой не пускают. Все тащит из дому. Здесь появляется только раз в год или даже еще реже. А где он остальное все это время? Никто и не знает. Говорит, что в Москве. А кто его там знает? Может, и врет. А может, и правда. Долгая тяжелая пауза. Ахмед смотрит в землю. Что же мне делать, Исмаил? Даже не знаю. Деньги очень большие. У наших не то, что занять. Просто нет таких денег ни у кого. Ты сам знаешь. Где еще можно достать? Я представления не имею. Помолчали. А почему он так со мной поступил? Что я ему сделал? Наркоман. Наркоман не человек. Он родную мать ограбит. У Исмаила перед сараем сгружают вещи из квартиры Ахмеда. Машина уезжает. Ахмед с Исмаилом кое-что занесли в сарай. Крупные вещи сложили у стенки. Кое-как прикрыли кусками рубероида. И картона от коробок. Ахмед берет заранее приготовленный рюкзак. — Значит, ты к бабке теперь? — спросил его Исмаил. — Да, поживу у нее. — А с вещами что делать? — Пусть постоять немного. Если через месяц не вернусь, попробуй продать что-нибудь. Или так можешь отдать кому-то. А мешать будут — выбрось. — Короче, делай с ними что хочешь. — Ты там это... Напиши мне. Как ты? — Хорошо. — Ну, давай, Ахмед. И они обнялись. — Счастливо тебе. Небольшое горное село. Ахмед подходит к бабкиному дому. — Во дворе мужчина. Ахмед откликает его. — Здравствуй, Анвар. Мужчина оглянулся. — Ахмед, что так поздно? — Почему поздно? — Ты что, не знаешь? Мы тебе телеграмму посылали. Умерла бабушка. Две недели как похоронили уже. Не получал я ничего. Может, без меня приносили. Я не всегда был дома. На кухне за столом Анвар с Ахмедом. На столе бутылка, стаканы, закуска. А мы все подумали. И Анвар смотрит в стол, крутит в руки вилку. Дом тебе все равно не нужен. Ты ведь в городе живешь. У тебя там своя квартира. А нам с родителями, сам знаешь, надо отдельно жить. Да и тесно. Так что перебрались мы сюда. Тебе решили корову отдать. Больше ничего нету. А зачем она мне? Продаж. Все деньги. У нас здесь, конечно, никто не купит. Денег нет. А вот если в район отвезти, там продать можно. На следующий день с рюкзаком за спиной и коровой на поводу Ахмед покидает двор. Провожало его все семейство Анвара. Он сам, жена и трое детей. Какое-то время смотрели ему вслед, а затем разошлись по своим делам. Ахмед с коровой идет вдоль дороги. Временами дает корове попастись, а сам сидит рядом и отдыхает. В райцентр пришел уже в сумерках. Заночевать решил на речке, что протекало возле поселка. Поужинал остатками еды, которую ему дали на дорогу. Развязал рюкзак, достал суконное одеяло, телогрейку и устроился на ночлег возле лежащей коровы. Отжующая свою жвачку корова веяло теплом и спокойствием. Никаких проблем у нее. Эх, мне бы так. Уставший с дороги, Ахмед вскоре заснул. А утром Ахмед пошел в поселок продавать корову. Он подходил к домам, спрашивал у хозяев, не знают ли они, кто мог бы купить эту корову. Спрашивал он и женщин на улице. Однако ничего путного так и не узнал. Тогда он решил пойти на рынок. Спросил, где находится рынок и пришел туда с коровой на поводу. На рынке он подошел к одной из торгующих женщин. Мне корову надо продать. Не посоветуете, как это можно сделать? А что тут советовать? Становись где-нибудь и торгуй. Может, кто и заинтересуется. Ахмед с коровой стал в самом конце ряда. На него с любопытством поглядывали. Но никто коровой так и не поинтересовался. Вскоре, ближе к полудню, покупатели разошлись и торговцы стали собирать свой товар. Ахмед с коровой пошел с рынка. Зашел в магазин, купил хлеба. На улице спросил, у кого есть корова, и пошел к указанному дому. В огороде он увидел женщину. Женщина, женщина, можно вас на минутку? Женщина подошла. Мне сказали, у вас есть корова. Не могли бы вы подоить мою корову? Доить надо, а я и не умею. А зачем тогда таскаешь ее с собой, а? Продать хочу, но пока никак не получается. Может, посоветуете что? Женщина задумалась. Хм, даже не знаю, что сказать. Нет, не знаю. Подоить могу попробовать, а что другое, не знаю. Заходи, заходи ко мне во двор. Если корова не откажет, подаю. Ее еще со вчерашнего дня не доили. Наверное, уже сама хочет. Посмотрим сейчас. Женщина пошла в дом. Ахмед завел корову во двор. Женщина вышла с ведерком и скамейкой. Показала Ахмеду, куда ставить корову. Подсела возле нее. Помыла из ведерка ей вымя. Вылила остатки воды и стала в это же ведерко доить. Ахмед внимательно за всем наблюдал. Женщина это заметила. Научиться хочешь? Да. Когда продам, не знаю. А каждый раз просить не хочется. Иди вон туда, к рукомойнику. Сполосни руки, а потом приходи. Ахмед пошел, сполоснул руки. И женщина уступила ему место. Бери, попробуй. Ахмед попробовал. Корове не понравилось. Она попыталась уйти, но ее остановили. Сначала так бывает, успокоила Ахмеда женщина. Корова же она как? Она привыкнуть должна. С ней ласково надо. Вот так вот. По-хорошему. Разговаривать надо. А ну давай, попробуй-ка еще. Ахмед попробовал. Ты пальцы покрепче сжимай. Пальцы. Пальцами работай. Учила его женщина. Не бойся, нет. Не хочется на тебе давать молоко. Ладно. Сейчас я подаю. А утром завтра ты сам снова уже попробуешь. И женщина подоила корову. Куда тебе молоко? Да некуда мне. Если можно, отлейте немного в банку. Попросил Ахмед. А остальное себе оставьте. Мне не нужно. Женщина пошла в дом, принесла литровую банку с полиэтиленовой крышкой. Налила туда молока и закрыла крышкой. И протянула Ахмеду. Хватит? Да. Спасибо. Ахмед закинул рюкзак на плечо и взял банку. Еще раз поблагодарил женщину и пошел с коровой со двора. Он вернулся к речке, пустил корову пастись, а сам поел молока с хлебом. От нечего делать он развел небольшой костерок. Вечером, когда стемнело, он привел корову и привязал к деревцу. Какое-то время еще посидел возле костра. Потом достал из рюкзака телогрейку, одеяло, загасил костер и примастился под боком у коровы. Женщина сказала, разговаривать с тобой надо. Мануш, ласково. Я не против. И ласково могу. Почему бы и нет. Ты добрая, хорошая корова. Может, ты обижаешься, что я продаю тебя? А у меня просто другого выхода нет. Жить мне негде. Понимаешь? Где я тебя держать буду? Да и вообще, я плохой хозяин. Доить вон и то не умею. Сена у меня нету. Лучше, если я найду тебе других хозяев. Ты уж потерпи немного. Договорились? А теперь давай спать. Проснулся Ахмед, когда солнце уже взошло. Корову отпустил пастись. Побрился механической бритвой, умылся, позавтракал остатками молока с хлебом. Затем привел корову, привязал ее к деревцу. Пошел, набрал в банку воды. Сейчас я попробую тебя подоить, мануш. Не бойся меня. И он присел, сполоснул как мог в имя и попытался доить прямо на землю. Ничего у него не получилось. Не хочешь? Почему? Может, на землю молоко лить не хочешь? Так у меня и ведра-то нету. Я поучиться просто хочу. Ну, давай немного. А? Ну, хоть чуть-чуть. Тебе же хуже от этого. Будешь зря таскать с собой молоко. Ладно? Ну, не хочешь. Твое дело. Будем тогда собираться на рынок. На рынке Ахмед снова встал в конце овощного ряда. Молоко продавать будешь? Поинтересовалась соседка. Нет. Корову. Тогда тебе надо куда-то в другое место встать. Здесь, среди зелени, никто не поймет, что ты корову продаешь. А куда мне встать? Не знаю. Может быть, вон туда, показала соседка. Возле машины. Видишь? И Ахмед пошел и встал на указанное место. Мужчины, стоявшие рядом с грузовиком, с любопытством поглядывали на него. Продаешь корову, что ли? — спросил один мужчина. — Продаю. — Так ты напиши на бумажке или на картонке что-нибудь и повесь на нее, а то совсем непонятно. Ахмед поискал. Нашел коробку и оторвал картонку. Нашел среди мусора кусок бумажного шпагата. Попросил у мужчин авторучку. Написал на картонке. Продается корова. И проткнул в уголках дырочки, продел шпагат, завязал концы и повесил прямо на корову. — О, другое дело! — одобрил мужчина. — А как корову звать-то? — Мануш. — Напиши. Напиши, сколько лет. Сколько молока дает. Ахмед написал. — Зовут Мануш. Семь лет. Дает двенадцать литров молока. — Скорость еще укажи! — посоветовал другой. — Какую скорость? — Скорость передвижения. — Ходит, что ли? — не понял Ахмед. — Конечно, ходит или бегает. — А зачем? — Для транспортного средства положено. — Хе-хе-хе. И все присутствующие засмеялись. А Ахмед обиженно отвернулся. — Покупатели сновали среди овощных рядов. К Ахмеду никто не подходил. — Ты возвращайся в ряды, — посоветовал ему первый мужчина. — Сюда никто не придет. А там твою табличку увидят и прочитают. Ахмед уже сам понимал, что ему надо идти ближе к покупателям. Поэтому вернулся с коровой к овощным рядам. Все женщины с любопытством смотрели на Ахмеда и на его корову и читали табличку. Несколько человек даже спросили цену. А когда рынок стал сворачиваться, соседка посоветовала Ахмеду. — Завтра на это же место вставай. Люди узнали, что ты продаешь корову. Они всем знакомым расскажут. Еще кто-то придет и посмотрит. Может, и найдется, кому нужна корова. По пути с рынка Ахмед зашел в магазин. Купил хлеба, соли и ведро. Вернулся на свое облюбованное место на речке. Недалеко двое ребятишек ловили рыбу. Ахмед пустил корову пастись. Попил воды. Поел хлеба. Потом направился к ребятам. — Как рыбалка? — спросил он у детей. Ребята показали улов. Десятка-полтора маленьких рыбешек. — Нормально, — одобрил Ахмед. — Даже уху сварить можно. — Мы это для кошки, — ответил один из мальчиков. — Кошка столько не съест. — А остальное выбросим, — махнул рукой второй мальчик. — Зачем же выбрасывать? — Подарите лучше мне. Я уху сварю. — Да забирайте. Хоть все. Мы еще наловим. — Спасибо вам, ребята, — поблагодарил Ахмед. Я вас молоком попробую вечером угостить, если корова не откажет. Ребята отказались. — У нас и дома молока хватает. Ахмед с рыбешкой пошел разжигать костер и варить уху. Ребята еще немного половили рыбу, а потом убежали. Ахмед почистил рыбешку, выпотрошил, отрезал головы, сполоснул немного и бросил тушки в ведро. Налил немного воды в ведро, посолил. Выломал две рогулины, воткнул в землю по краям костра и на палке повесил над огнем ведро. Скоро уже уха была готова. Уха не уха, но какой-то супчик из рыбы получился. Ахмед остудил ведро в речке и с удовольствием поел с хлебом. — Неплохо. Надо будет как-то удочку прикупить. Он помыл ведро и прилег отдохнуть. Вечером он согрел воды, сполоснул коровью вымя и с ведром подсел доить. — Я тебя очень прошу, Мануш, не сопротивляйся. У тебя же столько молока. Целый день не доил. Ты так и заболеть можешь. Очень тебя прошу. После нескольких движений в ведро капнуло молоко. — Молодец, Мануш, молодец. Ну, давай еще немного. Давай. И вот струйки молока робко ударили в ведро. И потихоньку дело пошло. Ахмед несколько раз отдыхал. С непривычки уставали пальцы. Но самое главное — дело-то двигалось. Все накопившееся молоко ему, конечно, выдоить не удалось. Но и тому, что он надоил, Ахмед был очень рад. — Спасибо тебе, Мануш. Я верил, что ты мне не откажешь. Ты же ведь такая добрая. Он попил парного молока, налил в стеклянную банку, и все равно в ведре еще оставалось довольно много молока. Вылить его рука не подымалась. Было еще светло. — Слушай, Мануш, а давай, давай попробуем его продать. Ахмед быстро собрался, и они с Мануш направились в поселок. В поселке он подходил к домам и предлагал молоко. Просил он дешевле, чем на рынке, поэтому продал очень быстро. Уже в сумерках они вернулись на речку. Ахмед был очень доволен. Вырученные деньги были приятным пополнением для его тощего кошелька. — Завтра, Мануш, купим удочку и котелок. В ведре все же неудобно варить уху. Еще картошки, морковки, лучка немного. И такую уху сварить можно будет. Эх, Мануш, было бы всегда лето. Может, и не стал бы я тебя продавать. Купили бы мы с тобой палатку и жили бы вот так вот вдвоем потихонечку. В одном месте надоестном, можно и в другое пойти. Утром Ахмед уже более уверенно подоил корову. Позавтракал и собрался в поселок. По пути на рынок продал остатки молока. Корову в этот день он продать не смог. Тем не менее, с рынка уходил он в очень хорошем настроении. На рынке он купил немного картошки, морковки и лука. Также зашел в магазин и купил хлеба. В другом магазине он купил котелок и удочку, без удилища. На речке, как обычно, пустил корову пастись. Соорудил удочку, наковырял немного червей и принялся рыбачить. Мелкота клевала хорошо, и вскоре он наловил на уху. Уха получилась просто отменная. После отдыха Ахмед подоил мануш и поспешил продать молоко. Он вернулся, поужинал и пристроился возле мануш на ночлег. Вот еще один день прошел, мануш. В суете, но неплохо. Молоко целых два раза продали. Котелок вот, удочку купили. На рынке, правда, бесполезно торчали целый день. Но, с другой стороны, это даже хорошо. Если бы я тебя продал, что бы я сейчас вот без тебя делал? Поговорить и то не с кем. Привык я уже к тебе. Что буду делать без тебя, даже и не знаю. Но выхода тоже нет. Где я тебя зимой буду держать? Да и кормить-то нечем. Нет, продавать все-таки надо. Не хочется, а надо. Другой хозяин тебе нужен, у которого все есть. А у меня ничего нету. Так что завтра снова пойдем на рынок. На следующий день, когда Ахмед продавал молоко, старик-покупатель спросил его. — Говорят, ты с коровой на речке ночуешь? — Да, ночую. — Нельзя этого делать. Убить тебя могут. И ни тебя, ни твоей коровы потом никто не найдет. Сейчас оно время такое. На рынке к Ахмету подошли мужчина и женщина. — Про эту корову я говорила. Вот, про эту, — сказала женщина, обращаясь к спутнику. — Посмотри, по-моему, это то, что надо. И недорого. Мужчина посмотрел корову. — Подумать надо. Поздно вечером, после продажи молока, Ахмед не пошел на привычное место. Костер разжигать не стал. Укладывался рядом с Мануш в темноте. — А старик прав, Мануш. Надо быть поосторожнее. На одном и том же месте, да еще с костром, Легко найти нас ночью. А нам с тобой это совсем не нужно. Ахмед помолчал и вздохнул. — А может, и купят тебя завтра, те двое, и уведут. Останусь я совсем один. — Не ходить, что ли, на рынок? — А что делать? — Нет, надо идти. — Надо. — Тяжело вздохнул. — Ладно. — Будь что будет. Днем на рынке к Ахмету вновь подошли вчерашние покупатели. Мужчина и женщина. Они осмотрели еще раз корову. — Немного сбросишь? — спросил мужчина. — Я и так недорого продаю, — возразил ему Ахмет. — Да, в общем-то, недорого, — согласился мужчина. — Ладно, давай. И он достал деньги, отсчитал и отдал Ахмету. Ахмет зажал повод под мышкой и пересчитал все деньги. — Все правильно? — спросил мужчина. Ахмет кивнул ему и передал ему повод. Женщина сорвала с коровы табличку, и они с коровой на поводу вышли с рынка. — Ну вот, и продал, наконец-то, — похвалила его соседка. — Да, продал, — неохотно ответил Ахмет. — Зубы его были сжаты, и лицо все побледнело. — Вид у тебя такой, — заметила соседка. — Жалко корову? Ахмет так и ничего не ответил. Он закинул на плечо свой рюкзак, взял ведро в руку и посмотрел вслед Мануш. Чувство невосполнимой потери охватило его. И чтобы заглушить это чувство и растущую тревогу, Ахмет быстро зашагал в противоположном направлении. Уже выйдя с рынка, он внезапно повернул обратно и кинулся бежать через рынок вслед за Мануш и ее новыми хозяевами. Он догнал их на улице за рынком, весь запыхавшийся, с бледным лицом, и схватил за повод. — Не продаю я корову! После этих слов мужчина и женщина прямо торопели. Ахмет бросил ведро, достал из кармана деньги и протянул им. — Вот, возьмите деньги. Не продаю я эту корову! — Как не продаешь? — опомнился мужчина. — Ты уже продал! Женщина оттолкнула руку Ахмета с деньгами. Попыталась вырвать повод из другой руки. Мужчина тоже стал оттеснять Ахмета плечом и вырывать повод. Вдвоем это им все-таки удалось. А Ахмет продолжал совать им деньги, пытаясь вновь схватить повод. Как заведенный, он твердит. — Не продается корова! Не продается! — Убери руку! Не дает ему схватить повод мужчина. — Убери руки! — сказал. — Ты уже продал ее! — Сумасшедший какой-то! — отталкивает Ахмета руками и женщина. Ахмед остановился. Бледный. Губы дрожат. — Не могу я ее продать! Не могу! Хотите, на колени перед вами стану! И он встает на колени. Мужчина и женщина молча смотрят на него. — Зачем продавал тогда? — Мрачно спросил его мужчина. — Денег нет! — ответил Ахмет. — И что делать, я не знал. — Мужчина и женщина переглянулись. — Отдай! — Отдай ему! — Отдай ему корову! — махнула рукой женщина. После этих слов мужчина протянул повод Ахмету. И Ахмет передал ему деньги. — В следующий раз думай уже! — недовольно буркнул мужчина. — Спасибо! Простите меня! — Ладно, мы понимаем. — Что поделаешь, всем сейчас нелегко! — вздохнула женщина. — Еще раз спасибо вам огромное! — поблагодарил их Ахмет. Мужчина отмахнулся рукой, считая на ходу деньги. Пошел с женщиной своей дорогой. Ахмет поднял с земли ведро, и они вместе с Мануш двинулись в другую сторону. Покинув райцентр, Ахмет с Мануш направились в сторону ближайшего города. Вероятность невелика, но можно было попытаться найти хоть какую работу. Все равно пока других мыслей у Ахмета просто не было. Днем они шли вдоль дороги. К вечеру Ахмет подыскал подходящее место для стоянки, подоил Мануш и поужинал. А когда стемнело, пристроился у Мануш под боком на ночь. — Хорошо, что я тебя не продал, Мануш. Вот как хорошо! Как же я мог! Как я только посмел! Ты же ведь меня кормишь и согреваешь. Добрее тебя никого у меня нету. — А я тебя чуть не продал. И кто же я после этого? Скотина? Ты или я? — Конечно, я! Скотина и дурак. Последнее чуть не продал. Почему же я такой, а? Ты не знаешь? Чего-то я, наверное, не понимаю в этой жизни. Или, точнее, ничего я не понимаю. Стою и смотрю, а она течет мимо и проходит. Ты, наверное, понимаешь. Надо жевать траву, давать молоко. Все просто и ясно. — Научи меня. Ты же добрая, умная. Молчишь? Спасибо, что дураком хоть меня не называешь. И он вздохнул. — Ладно. Попробуем жить вместе. Может, тебе со мной не всегда будет сытно и тепло. Другие хозяева, может, лучше бы обеспечивали тебя. Но ведь они и на мясо пустить могут, если для них выгодно это будет. Так что для тебя тоже, может быть, хорошо, что ты со мной осталась. Как будем жить, я пока не знаю, но что-нибудь придумаем. Утром Ахмед подоил манушь, отпустил ее пастись. Позавтракал и вышел с ведром к дороге продать остатки молока. Ведро он поставил на землю и к нему прислоил табличку с надписью «Продается молоко», которое он заготовил еще в райцентре. И сам сел рядом. Некоторые из проезжавших машин останавливались. Ахмед наливал молоко в предложенную емкость и брал деньги. После полудня они с манушь отправились дальше в путь. Когда они шли вдоль проселочной дороги, их обогнала грузовая машина. Метров через тридцать она остановилась. Из машины вышли трое кавказцев и направились прямо навстречу Ахмеду. Подойдя, один из мужчин молча, что из силы, ударил ничего не подозревавшего Ахмеда прямо кулаком в лицо. Ахмед упал. Другой мужчина взял повод и они, не оборачиваясь, пошли с коровой к машине. Ахмед пришел в себя, вскочил на ноги и кинулся за ними. Тот же мужчина, обернувшись встречным ударом в лицо, снова сбил с ног Ахмеда. После этого они втроем уже били его ногами. Когда Ахмед очнулся, машина уже пылила вдали. Беспомощный, весь грязный, с разбитым лицом стоял Ахмед на дороге. Когда он услышал сзади мощный рев мотора, показался танк. Раскинув руки, Ахмед кинулся ему навстречу. Танк остановился, открылся люк и из него показалась голова в шлеме. «Мать твою! Тебе что, жить надоело?» «Помогите, помогите мне! Корову у меня отняли!» «Какую к черту корову?» заорал танкист. «Ты что, совсем уже, дед?» постучал себе по голове. «А ну, отойди! Дай проехать!» Показались и другие головы в шлемофонах. «Помоги!» Такая мука в глазах, отчаяние на разбитом лице. «У меня никого нет! Я никому не нужен! Только этой корове!» Пауза и они молча смотрят друг на друга. «Ну что, христиане!» обратился первый танкист к экипажу. «Поможем мусульманину?» «Можно!» коротко ответил один из членов экипажа. «Ладно, залази!» «Показал он за башню танкист». И Ахмед вскарабкался прямо на танк. «Куда они двинулись?» «Вперед!» «По этой дороге!» «Показал им Ахмед!» «На грузовике!» «Ясно!» «Ясно!» «Держись крепче!» «Сейчас догоним!» «Ясно!» Развернулось и ствол едва не уперся в лоб кабины грузовика. И танкист показался из люка. «Иди! Забирай свою корову! А мы присмотрим!» Ахмед спрыгнул с танка и подошел к кабине. «Снимай!» «Снимай!» Мужчины без слов вылезли из кабины и пошли снимать корову. Со связанными ногами она лежала в кузове грузовика. Вчетвером они вместе с Ахметом по доскам, которые лежали там же в кузове, ее стащили с грузовика. Ахмет судорожно принялся развязывать корове ноги. «Сейчас, Мануш! Сейчас! Потерпи немного!» Кто-то из мужчин достал нож и разрезал путы. Корова встала на ноги и Ахмет обхватил ее за шею и прижался к ней лицом. «Значит так!» скомандовал бандитом танкист. «Разворачивайтесь и дуйте обратно! И очень быстро! Чтобы я вас не догнал!» Машина уехала. Ахмет подошел к танку. «Не знаю, как облагодарить вас, ребята!» «У тебя действительно никого нет, а, дед? Ты что, один только и корова?» спросил его танкист. «Никого!» покачал им головой Ахмет. «А дом хоть есть?» «Нету!» «Да!» Сочувственно протянул танкист. «Тогда тебе лучше уходить отсюда! Неспокойно здесь! Иди в Россию! Там спокойней будет! И пристроиться где-нибудь можно!» «Ну, счастливо тебе, дед! Счастливо! Счастливо оставаться!» И танк взревел и понесся вперед. Ахмет еще какое-то время стоял, смотрел след удаляющемуся танку. «А нам, Мануш, надо идти обратно. Вещи свои искать будем!» На этом и заканчивается первая часть рассказа. Слушайте следующую и вторую часть по ссылке в описании. Там есть плейлист, называется «Все мои аудиокниги». И там целая библиотека аудиорассказов в моем исполнении. Я думаю, вы точно найдете там для себя еще что-нибудь интересного. И там все эти части будут идти одна за другой. Если вы нажмете, очень удобно, как аудиорассказы на ночь. Вы нажмете на рассказ, он заканчивается и автоматически в плейлисте будет воспроизводиться следующий и следующий. Очень удобно. Ставьте ваши пальцы под видео. Не забывайте делиться рассказами. Под каждым видео есть кнопочка «Поделиться». Если вы на нее нажмете, вы поделитесь в своей хронике в соцсетях в Фейсбуке, в Одноклассниках и в ВКонтакте. Делитесь хорошими рассказами с хорошими людьми. Пусть хорошие люди слушают хорошие аудиорассказы. А также не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующие новые аудиокниги. Нужно нажать кнопку подписаться и обязательно нажать на колокольчик, чтобы вам приходились уведомления о новом рассказе. Ну а теперь как обычно услышимся, увидимся. До следующих рассказов. Пока дуа. Продолжение следует...